Они его забрали, значит, с дивана и просто убежали с ним. Где ребенок на данный момент, что с ребенком, мы не знаем, нам никто ничего не говорит. С таким заявлением в редакцию нашего телеканала обратилась Екатерина Филатова. В апреле она стала мамой во второй раз, родился долгожданный сын. Но буквально три недели назад его забрали органы опеки. До сих пор Екатерина и ее муж не знают, что послужило причиной. Ведь, по словам матери, у ребенка все есть, он накормлен и одет. А в тот злополучный день их просто застали врасплох. Они, значит, пришли, говорят, у вас смеси нету. Мы только из деревни. Смесь мы забыли в деревне. Мы им объяснили то, что вечером нам деньги перекинут, мы смесь купим. Ну, ближе к вечеру. Ребенок накормленный, ухоженный, все, значит. Только после бани вот мы приехали, с утра самого. Мы когда ехали, значит, мужу позвонили, сказали, что у него дядя умер. Муж купил, значит, к нему братья пришли. Они купили бутылку водки, она вот стояла, они ее тоже засняли, как говорится. Вот, я водку не пила, потому что я категорически не воспринимаю такие алкогольные напитки. Я выпила два стакана красного вина, ну, вроде бы как поминки, там стол у нас был накрыт. Екатерина показала нам подписи соседей, которые подтверждают, что она не злоупотребляет спиртными напитками. Они с мужем купили смесь, собрали кроватку и коляску, разложили вещи сына по полкам. Жилищные условия не самые лучшие, но комнату они стараются содержать в чистоте и порядке. Однако, 6 июля в органы опеки поступил сигнал от местного участкового о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Законные представители, а это мать и отец, находились в нетрезвом состоянии. Новорожденный ребенок, значит, он лежал у нас на сквозняке, далее, значит, отсутствовал полностью детское питание, отсутствовал, был неорганизован, значит, питьевой режим ребенка, далее, отсутствовали, значит, какие-то детские одежды, детская кроватка, отсутствовало место для отдыха, сна, пеленания. Ребенок действительно находился в голодном состоянии, то есть тот факт, что ребенку тут же, по нашему звонку, детское отделение подготовили смесь. Ребенок сосал смесь, у него в глазах была благодарность, что наконец-то он поел, вы понимаете? Я думаю, что в данный момент, я считаю, что вообще, в принципе, наверное, стоит вопрос о том, что все-таки была спасена жизнь ребенка. После таких заявлений наша съемочная группа решила еще раз посетить Екатерину, на этот раз без предупреждения. И увидели совсем иную картину. Комната открыта нараспашку, замков, дверей не было. Спустя полчаса женщина все же появилась, и стало очевидно, что нас тут явно не ждали. Беспорядок, нецензурная брань и запах алкоголя говорили сами за себя. Да и на этот раз молодая мать отрицать ничего не стала. Я выпила пиво, я попила. Я же вам ведь не вру, я вам сразу говорю, что я пиво попила. Но вы же всем доказываете, что вы сейчас не пьете, вы же в комиссии по делам несовершеннолетних. Так я... Четко сказали, я перестала пить. Правильно, а пиво мне кто запрещал пить? Запретить никто не может, однако начинать утро понедельника с пива – это как минимум не то поведение, которое ожидают от матери. К тому же, по словам начальника отдела опеки, отец ребенка обратился к ним только на пятый день после изъятия малыша, а Екатерина и вовсе на одиннадцатый. Сейчас представители администрации подали исковое заявление в суд в отношении горя родителей. Мы подали исковое заявление в Нефтекамский городской суд о лишении родительских прав. По запросу, по нашим запросам, которые были сделаны в отделе МВД России по городу Нефтекамску, по федеральным каналам, вышли, значит, сведения о том, что в данный момент, значит, у обоих законных представителей имеется судимость, она не погашенная судимость. В данный момент, значит, готовятся документы для передачи ребенка к кровному родственнику, то есть матери, то есть бабушке ребенка. В скором времени состоится судебное заседание, где Екатерине и ее мужу придется доказать, что они хорошие родители. Однако сделать это будет уже не так-то просто. Анастасия Тимирбаева, Марина Медвинская, Азад Давлечен, Никита Веприков. Время новостей.